А гуляш есть? У нас сегодня рыбный день. Каждый советский гражданин знал, в четверг в столовой будут подавать рыбу. Никакой эситрины второй свежести. Как насчет минтая под морковным маринадом? Сегодня в меню. Рыба под маринадом, плов с птицей, пирожки, компот из чернослива. Рыбный день в СССР вводили дважды, в 30-е годы прошлого века, когда в стране была нехватка мяса, и в 70-е по той же причине. В столовые поступали 33-килограммовые коробки с брикетами минтая. Наиболее распространенной рыбой в то время считался минтай. Был более доступный и по цене, и по способам доставки. Одной из популярных закусок был охлажденный минтай под маринадом. Приготовим две порции по проверенному советскому рецепту. Возьмем филе минтая, 2 столовые ложки муки и растительное масло. Для маринада нужны 400 граммов моркови и крупная луковица, рыбный бульон, полстакана воды и столько же растительного масла. 70% уксусная кислота, 3 столовые ложки томатной пасты, немного сахара и соль. Также понадобятся специи – лавровый лист, гвоздика и черный перец горошком. Начнем с маринада. Режем соломкой морковь и лук. Поочередно кладем овощи на сковородку с разогретым растительным маслом. Добавляем томатную пасту и тушим 5 минут. Заливаем рыбным бульоном. Рыбный бульон, как правило, готовили, используя те же кости рыбы, которые жарили. Сахар необходим здесь. Почему? Потому что есть понятие сбалансированное питание. Белки и жиры у нас здесь есть, а вот углеводов нет. Поэтому до вкуса и сбалансированность питания в СССР очень трепотно относились именно к этому. Добавляем гвоздику, перец и прогреваем соус на слабом огне 15 минут, регулярно помешивая. За это время почистим и нарежем рыбу, запанируем и обжарим в масле на раскаленной сковороде. Теперь запекаем минтай в духовке, разогретой до 180 градусов, пока на поверхности рыбы не появятся мелкие пузырьки. В маринад добавляем уксусную кислоту, разбавленную водой. Хватит двух столовых ложек раствора. Это способствует доведению до вкуса. Ну и коль скоро это холодная закуска, снижает попадание микробов. Подержали лавровый лист 5 минут и удаляем. Специи из готового маринада желательно удалить, опять же, чтобы не навредить здоровью человека, потому что, раскусив перец, удовольствия никто не получит. Минтай готов. Заливаем горячим соусом и даем остыть. Рецепт рыбы под маринадом. Нарежьте рыбу и запанируйте в муке. Жарьте 3 минуты на подсолнечном масле. Затем запекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, пока не появятся мелкие пузырьки. Обжарьте нарезанные лук и морковь с томатной пастой в течение 5 минут. Добавьте в овощи бульон, соль, сахар, гвоздику и перец. Тушите 15 минут. Вылейте в маринад 2 столовые ложки уксусного раствора. Добавьте лавровый лист. Через 5 минут уберите из маринада лавровый лист, гвоздику и перец. Залейте рыбу горячим маринадом и охладите. Легенда восточной кулинарии. Плов. Узбекский, таджикский, азербайджанский. Известны более 200 рецептов этого блюда. В СССР плов готовили везде. От Калининграда до Владивостока. А уж как любили. Его готовили не только в столовых, готовили в открытых предприятиях, готовили на казане, в казане, на рынках. Для приготовления плова использовали в национальной кухне баранину. В традиционной кухне можно было использовать и говядину, и свинину. Ну и, конечно же, использовали мясо птицы. Он полезен, он является более диетическим. Ну и, наверное, по способу приготовления он занимает меньше времени. Приготовим плов с птицей, так, как его делали в СССР. На один небольшой казан вам понадобится литр бульона, филе курицы или индейки 1 килограмм, крупная морковь, луковица и чеснок. Также возьмите рис, стакан растительного масла, соль, перец и специи для плова. Режем крупными брусочками морковь. Если мы нарежем тонкую соломку, то она превратится в кашу в плове. Сильно мелкое мясо не рекомендуем нарезать по той простой причине, что во время жарки оно может сильно ужариться и не будет таким сочным. Раскаляем растительное масло и кладем в казан мясо. Рекомендую использовать посуду с толстым золом, чтобы не подгорел рис. Теперь добавляем лук, жарим 3 минуты и затем высыпаем в казан морковь. Еще 10 минут, тем временем подготовим рис. Лучше, конечно, использовать длиннозерновой. Из него рис получается более рассыпчатый, но в СССР был круглый. Рис необходимо промыть. Мясо подрумянилось. Можно его посолить, поперчить и добавить специи для плова. Можно использовать набор для плова, либо составить его самостоятельно. Барбарис, зира. Аккуратно высыпаем в казан рис, разравниваем и заливаем горячим бульоном. Добавляем так, чтобы бульона больше риса по объему было на сантиметр-полтора. И нагрев уменьшаем. Через 15 минут добавляем в плов чеснок. Чеснок можно использовать целую головку. Оформляем его в серединочку. И ставим казан в духовку на 10-15 минут, чтобы блюдо пропиталось чесночным ароматом. Блюдо готово. Убираем из него чеснок и перемешиваем. Только один раз и перемешиваем плов перед подачей. Как бы встряхивающие движения. Плов выкладываем на большую тарелку и украшаем зеленью. Рецепт плова с птицей. Нарежьте крупными брусками морковь, филе птицы и нашинкуйте лук. Обжарьте мясо на растительном масле. Добавьте поочередно лук и морковь. Жарьте 10 минут. Посолите, поперчите и добавьте смесь специй для плова. Засыпьте в казан промытый рис. Разровняйте и залейте бульоном. Готовьте плов на медленном огне 20 минут. Положите в плов чеснок. Поставьте казан на 15 минут в духовку, разогретую до 180 градусов. Перемешайте плов и подавайте с зеленью. Были бы пирожки, будут и дружки. Это блюдо русской кухни полностью отвечало советской идеологии. Работать вместе и вместе отдыхать. Например, за столом с горячими пирогами. Индустрия общественного питания выстроена так, что мы работаем на полуфабрикатах, к сожалению, но своя выпечка гораздо лучше. Для пирожкового теста вам понадобятся 700 граммов муки, немного дрожжей, полтора стакана воды, два яйца, немного маргарина, соль и две столовые ложки сахара. Для начинки четверть крупного кочана капусты, половина большой луковицы и вареное яйцо, треть стакана растительного масла и соль. Растворяем дрожжи в теплой воде. Муку обязательно просеиваем. В процессе просеивания у нас мука насыщается воздухом, и тесто становится более пушным. Добавляем в тесто соль, сахар, еще немного муки и перемешиваем. Постепенно добавляем, чтобы дрожжи хорошо растворились. Берем одно яйцо, взбиваем и добавляем в массу. И у нас есть еще маргарин. Маргарин мы добавляем в тесто в размягченном состоянии. Когда тесто загустеет, выкладываем его на стол и месим, постепенно добавляя оставшуюся муку. Выкладываем в форму, в которой замешивали, смазывая его маслом растительным. Ну и тесто, чтобы тоже не заветривало, мы его смажем растительным маслом. Оставляем тесто на 3-4 часа. И пока сделаем начинку из капусты. Почему фарш из капусты? Наверное, это был самый доступный продукт в СССР. Пирожки продавались на улице всегда. Пользовались особой популярностью. И вы знаете, даже, помнятся, пирожки, правда, они были жареные. Их готовили с горохом протертым. Шинкуем капусту, лук и жарим на отдельных сковородках. Очень важно, чтобы образовалась румяная корочка. И только после этого мы капусту можем посолить. Причем охладить перед этим. Фарш с капустой можно готовить с яйцом, без яйца. Можно с грибами в капусту. То есть можно пофантазировать. Можно соединить капусту с жареным мясным фаршем. То есть все зависит от настроения хозяйки. Смешиваем овощи, солим и добавляем измельченное вареное яйцо. Наряду с фаршем из капусты очень популярным был фарш на основе риса. Рис с мясом, рис с луком, яйцом. Овощные начинки. Это морковь с сахаром. И не менее популярная начинка – это картофель отварной с жареным луком. Когда тесто выстоялось, раскатываем, нарезаем и формируем шарики. Начинки не жалеем, но и стараемся не переборщить. На один пирожок хватит столовой ложки. Делаем вот такие лодочки. Мы приготовили сегодня овощные пирожки, а можно готовить со сладкой начинкой. Можно использовать изюм, можно использовать любые сухофрукты, курагу. Тогда тесто нужно готовить чуть-чуть послаще. Оставляем пирожки на 15 минут. Затем смазываем взбитым яйцом и выпекаем в духовке, разогретой до 180 градусов 10-15 минут. Рецепт пирожков. Смешайте дрожжи с теплой водой. Добавьте 3 столовые ложки муки и перемешайте. Оставшуюся муку добавляйте постепенно в процессе замеса теста. Добавьте соль, сахар, взбитое яйцо и маргарин. Замесите тесто, смажьте растительным маслом и оставьте на 3 часа. Нарежьте тесто и сформируйте пирожки. Оставьте на 15 минут. Смажьте пирожки взбитым яйцом. Выпекайте 10-15 минут при 180 градусах. Рецепт начинки из капусты. Нашинкуйте лук, капусту и обжарьте на отдельных сковородах. Измельчите вареное яйцо. Смешайте ингредиенты и посолите. Добавьте начинку в пирожки. Также можно приготовить пирожки с рисом, луком и яйцом, морковью или картофелем. А к пирожкам можно приготовить компот из сухофруктов. Например, из чернослива. Этот напиток был хитом советских санаториев. И вот почему. Давление снижает, способствует омолаживанию организма. Способствует снижению веса. Для компота понадобится стакан чернослива, литр воды, 4 столовые ложки сахара и щепотка лимонной кислоты. Тщательно промываем чернослив и нарезаем. В горячую воду высыпаем сахар и ждем, пока закипит. Затем добавляем чернослив и варим 15 минут. Чтобы наш компот получился слаще, мы добавляем лимонную кислоту. Необходимо, чтобы настоялся. Чем дольше он будет настаиваться, тем он будет ароматнее и полезнее. Компот настаиваем минимум 6 часов. Можно и дольше, если хотите, чтобы напиток был более насыщенным. Рецепт компота из чернослива. Промойте и нарежьте чернослив. В горячую воду насыпьте сахар и доведите до кипения. Поместите в кастрюлю чернослив и варите 15 минут. Добавьте в компот лимонную кислоту. Берите напиток с огня и настаивайте минимум 6 часов. Свет золотистый, форма в виде лодочки. И главное, потрогайте пирожок. Если вмятины нет, выпечка идеальна. Это критерий по ГОСТу. Впрочем, понять, что пирожки удались, можно и по скорости их убывания. Согласитесь, раньше было вкуснее. Редактор субтитров А.Семкин